Существует одна молекула, которая играет ключевую роль в поддержании здоровья и энергии. Она помогает расширять сосуды, улучшает кровообращение и даже влияет на выносливость. Но есть проблема. С возрастом ее уровень начинает снижаться. И это отражается напрямую на наше здоровье и на качестве нашей жизни. Что же это за молекула? В 1998 году три американские ученые стали лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Они получили Нобелевскую премию за исследование роли оксида азота в нашем организме. Оксид азота играет ключевую роль в регуляции работы всех клеток нашего организма. В этом видео я расскажу, как его уровень влияет на наше здоровье и что приводит к снижению уровня оксида азота. Зачем нам нужен оксид азота? Оксид азота является передатчиком сигналов между клетками нашего организма. Синтезировать или не синтезировать тот или иной гормон. Расслабить или сократить ту или иную мышцу. Поэтому оксид азота влияет на работу всех наших клеток, органов и систем. В частности оксид азота помогает расслабляться сосудам. При этом улучшая кровообращение, что приводит к снижению артериального давления. Также оксид азота помогает в поддержании нормального кровотока. Тем самым снабжает ткани кислородом, особенно в органах и мышцах. И еще оксид азота помогает поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы. И предотвращает риск прилипания тромбоцитов к стенкам сосудов. Тем самым снижает риск тромбообразования. Также оксид азота помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы. Участвуя в уничтожении патогенов, таких как вирусов и бактерий. И еще оксид азота участвует в регуляции работы легких. Способствует к расслаблению гладкой мускултуры бронхов. Тем самым улучшая дыхание. Очень важный момент для тех, кто занимается спортом. Оксид азота – это то вещество, которое улучшает доставку кислорода и питательных веществ к мышцам. Что улучшает выносливость и восстановление мышц. Влияние оксида азота на нервную систему тоже очень важно. Оксид азота помогает улучшить сон, улучшить память. И оксид азота очень хорошо помогает людям расслабляться. Также, о чем очень редко говорят и мало кто знает, это влияние оксида азота на эректильную функцию мужчин. Оксид азота – это необходимое вещество для расслабления гладкой мускултуры путем накопления в них циклического гуаназин монофосфата. При этом гладкая мускултура сосуда полового члена расслабляется, сосуды расширяются и происходит хороший приток крови к половому члену. И возникает эрекция. Еще оксид азота имеет антиоксидантную активность и участвует в регенерации тканей. И как вы уже поняли, оксид азота – это необходимое вещество для функционирования нашего организма. Не только функционирует, но и для поддержания здоровья, для нашей энергии и для функций всех наших органов. И что же будет, если будет снижаться его уровень? Снижение уровня оксида азота приводит к множествам плохих вещей. В первую очередь, если брать нервную систему, это ухудшается сон, ухудшается память, накапливается напряжение. Человек перестает расслабляться. Снижается иммунная система. Мы становимся уязвимыми перед патогенами, вирусами, бактериями. Теряется эластичность сосудов, что приводит к повышению артериального давления. Ухудшается функция щитовидной железы, сердца, почек, легких. Вообще нет органа, на который бы не влиял оксид азота. Почему? Потому что, как я уже вначале сказал, оксид азота является передатчиком сигналов между клетками. Так почему снижается уровень оксида азота? Здесь мы должны рассмотреть пути продукции оксида азота в нашем организме. Существует два пути. Первый – это продукция оксида азота из аргинина. Аргинин – это аминокислота. Она не является незаменимой аминокислотой. Ее нехватка в нашем организме практически не бывает. Поэтому многие люди начинают употреблять аргинин или цитрулин. Это более доступная форма аргинина. Из него наш организм при участии фермента НО-синтаза вырабатывает оксид азота. И к 40 годам уровень оксида азота снижается до 50% того же уровня, который был 20 лет. Здесь я хочу добавить, что снижение количества и активности НО-синтаза, который участвует в продукции оксида азота из аргинина, она снижается с возрастом. Это физиология. С этим ничего не поделаешься. Но неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение, вредные разные привычки, они, конечно, ускоряют процесс. И к 40 годам мы можем получить намного хуже результат, чем 50%. Вы, наверное, уже приуныли, что же делать? Но у меня есть для вас хорошая новость. А с возрастом, после 40, после 50 лет, мы можем получать оксид азота из внешних источников. Какие такие внешние источники оксида азота? Это всевозможные овощи, которые содержат в большом количестве нитрат. Ну, многие люди, которые услышали слово нитраты, вы, наверное, подумали, доктор, вы сошли с ума. Какие нитраты? Это канцерогенные вещества и так далее. Но на самом деле я хочу здесь сразу прояснить, что нитраты уже реабилитировали. В 2008 году были исследования, которые показали, что употребление нитратов не более 4 грамм в день не приводит ни к чему плохому. Ссылку на исследование я оставлю в описании. Чемпионом по содержанию нитратов среди овощей является свекла. Вот у меня есть ролик, где я говорю, что я пью свекольный сок по утрам. Вот почему. Когда мы потребляем достаточное количество овощей, овощи, попадая в наш желудочно-кишечный тракт, перевариваются и всасываются все необходимые вещества, в том числе и нитраты. И 75% всех нитратов, которые всасывались в пищеварительной системе, выводятся с мочой. А 25% идут в слюную железу и слюные железы его вырабатывают со слюной в ротовую полость. Попадая эти нитраты в ротовую полость, вступает в контакт с бактериями, которые живут у нас в ротовой полости. И эти бактерии преобразуют нитраты в нитриты. То есть НО3 превращается в НО2. НО2 нитриты с едой, со слюной попадают в желудок, где в более кислой среде восстанавливается до оксида азота, который всасывается обратно в кишечнике, в кровь и разлетается по всем органам и системам. Таким образом мы получаем дополнительный источник оксида азота, когда у нас с возрастом снижается активность НО-синтазы, снижается продукция оксида азота из аргинина. Поэтому во всех диетах очень важное значение придается суточному количеству потребления овощей. Примерно от 700 грамм до килограмма. Это может быть в виде салатов, это может быть в виде вареных, печеных, порой на гриле приготовленных овощей. И всевозможные овощные соки, смузи. Очень полезно для нашего организма. Я во всех своих видео говорю о важности потребления овощей. С точки зрения содержания в овощах большого количества клетчатки. И важности клетчатки для нашего микрофлора, кишечника и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok